Марфа и Мария Ладно Какие советы Какие три человека из Писания Мы привели Совет которых Одно лишь нужно Ишуа Давид говорил что Только одного Ищу я И Рав Шаул Одно я делаю Кто-то из вас вообще Разбирался вообще Мы просто так Пришли, послушали рэб Классно сказал Иди там Ничего не поняли Конечно А разбираться с этим не стоит Я вам кидаю вызов Почему? Потому что Фактически Когда мы Задьем все вопросы Что нам для Одну Какая-то одна часть Нашей жизни Очень необходима Для того Чтобы чувствовать себя Абсолютно счастливым человеком Ишуа говорит Для Марфы Говорит Марфа Ты сильно суетишься Да? Но для полного счастья Тебе одну вещь нужно Что сделала Мирием Она выбрала Что-то Услышать Давид говорит Для полного счастья Я уже и царем был И пастухом был Убивал Голиафа Стал знаменитым Песни обо мне делают Все, что мне нужно Это вообще-то Как бы Из чего я хочу Жизнь свою провести Это Быть в доме твоем Этого одного Ищу я Чтобы быть в твоем доме Рав Шаул говорит Для полного Моего счастья Мне нужно Одну вещь Забывать Прошлое Потому что Если я останусь В прошлом Оно меня будет Гнобить Я буду постоянно В том прошлом сидеть Не отпускаю Потому что Оно все варится 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 И счастье в том Что было И как со мной поступили Что со мной Сделали Абсолютно Не прекрасно Поэтому Он говорит Если хвалиться Так я похвалюсь Немножко Я тоже Иудей Я тоже Немножко Из апостолов Не последний Я был побиваем Меня топили Погибал В пучине морской Меня грабили Получал палками Он вспоминает Все то Что было Но он говорит Так же Я что делаю Я забываю Прошлое Не забываю Вообще От памяти Стираю Я все Помню Но отставляю Прошлое Постираю Сперед Я думаю Что нам Как верующим Людям Нужно об этом Вообще думать Что Какая одна вещь Для меня Лично Нужна Чтобы получить Именно удовлетворение Жизни Как только мы Ответим себе На вопрос Что мне Единственное Нужно Чтобы наследовать Царство Божье Что тебе Нужно Чтобы ты Наследовал Царство Божье Вера Скажу честно Бесы веруют И трепещут От этого Им лучше Не становится В Царство Божье Не попадают Что нужно Ведь ты будешь Самым счастливым Человеком На самом деле Когда ты услышишь Простые слова Которые Каждый из нас Хотел бы услышать Добрый И верный Раб Войди Во что В радость Не в комнату Прослушивания Твоей Прошлой жизни А в радость Господина Твоего Вот этот Добрый момент Мы наверное Услышим Так что вам Лично нужно Какая вещь Нужна Наверное Может три вещи Каждому по одному Там Ишуа Нужна Одна вещь Тебе нужна Давид говорит Одного я ищу Павел Говорит о том Что Вот Одну вещь я делаю Может быть И тебе Три вещи нужны Но может быть Одна вещь Тебе нужна А пока мы Еще не сделали Точный вывод Что нам нужно Для полного счастья Я уверен Что тут есть Такие люди Которые Моя проповедь Точно будет Необходима Это тем Кто у нас Вообще-то В прямом эфире Вам О том я буду говорить Вам это Абсолютно не надо Вы пришли Просто послушайте Аудиторию А вот тем людям Которые у нас Присоединяются В прямом эфире Им это точно Нужно Поэтому можно В своих телефонах Пожалуйста Друзья Берите У вас есть там Записи И делайте записи За мной Которые я буду говорить И отсылайте Ссылочку Тем людям Которые у вас есть Пускай присоединяются К нам В прямом эфире Понимая Что нам это Не нужно О том О чем я буду говорить Это абсолютно Нам не нужно Тем более Точно Не нужно В это Сложное время В это Абсолютно Сложное время То что я О чем буду говорить Вам это не нужно Тем кто Часто пишет Мне разные Вообще СМС Тоже вам Это не нужно Те кто Высылает Замечательные Проповеди Знаменитых И не очень Пастеров Проповедников Это тоже Не нужно Для вас Умных И красивых Это точно Не нужно Тем более Не нужно Никому Так как Я говорить Буду О Ропоте Недовольстве Бурмачане Вам это Вообще Не нужно На иврите Звучит Нарушен Шелест Свист Шум Бормотать Это из той серии Которую мы В прошлый раз Говорили У вас есть люди Знакомые Или незнакомые Которые любят Вам давать советы После проповеди Мы С Татьяной Где-то Были в этом Магазине Там тоже люди Начали давать советы Просто ты их не знаешь Они тебе дают советы Это вкусно Это невкусно Это нужно Это не нужно Это подходит вам Это не подходит вам Кто-то в стороне Стоит и говорит Но В таком же смысле И есть люди Которые Мнение которых Влияет на нас Их не ропот Их не довольство Это как будто Вот вы Уже сыты Вот так По горлу Всем В жизни Да И тебе Вот Ты уже наелся Уже пообедал Но тебе подходит Какой-то Говорит Хочешь булочку Она так пахнет И ты Знаешь Что ты уже Вот тут Уже все Наелся Вот так Кушать не хочешь Но этот запах Этой булки Только свежий Это Хала Которая И тебе говорят Ну ксочи хочешь И ты такой Раз Помимо своей воли Ты уже все Ты не хочешь кушать Но у тебя рука тянется Берется И ты такой Какая вкуснятина Ты смотришь Пока разговариваешь С человеком Уже всю булку съел Ропот людей Это как вот такая штука Которая Ты не хочешь ее слышать Но когда они тебе подают Ее в каком-то Завернутом состоянии Ты начинаешь В этом Получать удовольствие Удовольствие От того Что ты разговариваешь Что ты Обсуждаешь Говоришь Независимо от того Нравится тебе Это не нравится Ты просто Уже Как бы Заклотил Этот кусочек Наживки Я так Могу точно сказать Что если человек На протяжении Дня Прожил без ропота На что-либо По какой-либо причине Я считаю Это уже чудо Хотите видеть чудо? Проживите день без ропота Просто вот Ни на что Не суетитесь Не говорите Не высказывайте свое мнение Не проклинайте Не обсуждайте Не так Вот просто-напросто Проживите день Без ропота И я назову это чудо Меня толкнуло На эту проповедь Не то что Что мы вообще Говорим Не толкает меня На такую проповедь О ропоте О чем мы ропщем Вообще Толкает меня На такую проповедь Можем ли мы жить Без ропота Хочу чтобы вы услышали Момент такой Особенно в наше время Я назвал вообще-то Проповедь Знаете как Ропот Только не ропот В это время Потому что Да Только не ропот В это время Потому что ропот Как раз Ничего хорошего Не привел Ни для Израиля Ни для других людей Особенно как раз Вот Сегодняшний день День объявления Срочных этих Переписи населения Будем говорить так Думаю У вас вообще никогда Не было такой ситуации Которая была у меня Ну вообще-то вы святые люди Я так смотрю Прихожу к холодильнику Буквально недавно Открываю Смотрю Вовнутрь И так Думаю Вообще-то Тупо Знаете Смотрю И Сматриваюсь Во все Все что там В холодильнике есть Я могу понять Что я Не знаю Что я хочу Холодильник есть В холодильнике Тоже все есть А внутри Я не знаю Что я хочу Вот этого Рыбы Вкусно Но не хочу А вот это хочу А его нет А то что уже Вот хочу А мне нельзя Я прихожу К выводу Таня У нас ничего В холодильнике нет Не Ну это Это со мной такое бывает У вас такого нет Вообще Знаете Вот момент Такой Это Странно У нас У нас есть Изобилие Всего чего Нам необходимо И Сегодня нет Такого что у нас Голод Ты открываешь Холодильник И думаешь Вообще Пустой Холодильник Наши дети Так поступали Открывали Мама А что Кушать Возьми Сделай 1 Тимофея 6.6 Великое приобретение Быть благочестивым И довольным Ибо мы ничего Не принесли В мир Явно Что ничего Не можем Вынести Из него Имея Пропитание И одежду Будем Довольно Тем Ладно Мы поговорили За еду А вот за одежду Интересная Тоже такая Вещь Об одежде Мы странные Люди Такие Мы Конечно Когда приходим Особенно Утром Проснулись Поели Кофе Попили Идем Что-то Одеться И мы Начинаем Думать Что Сегодня Одеть Что Сегодня Одеть Чего Я Вчера Не Одевал И Того Чего Я Не Одевал Зачем Одевать То Что Одевал На Прошлый Шаббат Потому Если Подумают Что Я Люди Заметят Что Я Одел На Прошлый Шаббат Значит У Меня Ничего Нет Чтобы Одеться Раньше Вообще Было Легче Вообще В детстве Кто Помнит Своё Детство Когда У тебя Две Пары Обуви Думать Не о чем Незачем Вообще Выбор Только Всего Вот Это Или Вот Это Особенно Интересно Когда У тебя Еще Есть Братья И Сестры Пока Ты Думал Что Тебе Одеть То Ты Понял Что Твои Братья Или Сестры Уже Эту Одежду Унесли В школу Она Пошла В школу Сама Пока Ты Думал А Еще Переодеваются Поэтому Когда Мы Были Детьми Проблемы Почему У нас Не Было Мы Даже Не Могли Начинать Роптать А тут У тебя Есть Все И Даже Секонд Хенд И Все Остальное Тебе Безобилия Много Так что Люди Начинают Приносить Вообще Мы Говорим Не Приносите Если Хотите Благословите Кого-нибудь Другого Они Все Выносят Потому Что Они Не Знают Что С Этим Делать Начинается Ропот Что Мне Одеть Потому Что У меня Столько Много Что Я Не Знаю С Ропот Появляется Так Когда Его Еще В Изобилии Один Из Примеров Израиль Кричит Гой Гавол Нечего Кушать Нечего Бог Говорит Хорошо Обеспечим Вас Бесконечной Манной Только Есть Условие В пятницу Не Собирайте Вдвойне Рано Утром Все Потом Изобилия Столько Было Что Они Начали Делать Роптать Мяса Не Хватает Теперь Вы Поймите Они Переживали Изобилие И В этом Изобилии Происходило То Что Они Недовольны Становились Тем Что Есть У нас Сегодня С вами Есть Очень Много Вещей Которые Мы На самом Деле Не Ценим Я С годами Понял Одну Вещь Сделал Себе Вывод В моих Отношениях С Богом Я сделал Один Простой Вывод Наверное Может быть И вам С вами Поделиться Если Буду Роптать Лучше Сказать Слово Другое Если Буду Жалеть О том О чем Я просил Лучше Не Просить Как Вам Это Не Братья Согласись Со мной Кто Уже Женатый Или Кто Проходит Через Какие Нехорошо Быть Одному Господи Благослови Меня Я хочу Я хочу Провести Свою Жизнь В любви Согласии Все Такое Как бы Ты Женися И Потом Ты не можешь Сказать Подожди Секундочку Прошла Любовь Повяли Помидоры Ты Что Просил То Получил Понимаете О чем Я говорю Нет Я понял Об одной Вече Что То Что Ты Если Ты Будешь Жалеть О том Чем Ты Просишь Лучше Не Проси Потому Что Когда Ты Просишь О том Чтоб Ты Именно У Бога То Господь Тебя Что Тебе Даст А если Ты Начинаешь Когда Получил Начинаешь Роптать Сожалевать Говорить Обо всем Чувствовать Себя Человеком Как бы Жертвой То Знаете Как это Называется Неверие Противоположенное Ропоту Или же Слово Вот 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 Там Наиврите Как Свист Да Вот Произначенный Звук Это Недовольство Этого Момент Это Очень Сложный Мы Должны Понимать Что Как Адам Знаете Когда Бог Говорит Ему Между Прочим Ты Что-то Сделал Что Ты Спрятался Он Говорит Между Прочим Жену Которую Ты Мне Дал Вспомните Адама Был Сильно Грустный В саду У каждого Были Пары А у Него Что Не Было Як Что Нема То Нема А Когда Ты Сильно Грустный Я Вспоминаю Сразу Этот Рассказ Рано Утром Господь Встречается С Адамом А он Грустный Грустный Сильно Грустный Думает Что Такое Говорит Ага Человеку Не Хорошо Быть Одному И Адам Спокойно Все Будет Нормально Ты Сейчас Заснешь Проснешься И у Адама Такие Глаза Вот Что Такое Чувства Нехорошие Все Нормально Вроде Хорошо Но Чувства Что Будет Не Так Вот Этот Момент Когда Мы Хотим Что Как И у Адама Жену Которую Ты Мне Дал Другими Словами Я Что Сильно Хотел Мне Было Одиноко Ты Мне Дал А Теперь Ты Спрашиваешь Что С тобой Случилось Ты Мне Е Дал А забыл Что Он Сказал Ух Ты Вау Плотят Плоти Моей Кровят Крови Моей Косят Кости Моей Ребро Забрали И Классно Будет Наживаться Женой Он Был Радостным Человеком И Вдруг Радость Его Испарилась Когда Его Спросили А Что Ты Ел На Завтрак Перемены Ситуации Которые В нашей Жизни Не решаются Ропотом Никогда Бог Не отвечает На ропот Как бы Так Как Ты Хотел Бы Бог Отвечает Тогда Когда У нас Есть Вера И Есть У нас Молитва Прошение Перед Ним Бог Я буду Казать Украинскую Не Вирішует Твои Сучасные Потребы Чи Потребы Громады Господь Реагирует Когда У нас Есть Вера Кто Вспоминает Советский Союз Немножко Как бы Так Кто там Жил Тогда Раньше Когда Тебя Плохо Обслужили Ты Говорит Где Книга И Предложение У нас Всегда Предложение Есть Жалобы Точно Всегда Кто-то Виноват Я хочу Сказать Что Если В магазине Существует Книга Жалоб И Предложений Эту Ментальность Мы Несем В Обществу Котором Мы Живем То На Небе Нет Такой Книги Как Жалоб И Предложений Так Теперь Сколько У нас Жалоб Сколько Предложений Давайте Выйдем Навстречу У Бога Всего Лишь Одна Книга И Она Называется Книга Жизни Если Твоего Имени В этой Книге Нет Жалуйся На Себя На Другого Никуда Жаловаться Я Вам Скажу Так Если Ты Найдешь Своё Имя Даже Не Предполагаешь Что Твоё Имя Может Быть Записана Книга Жизни Агнца То Предполагаю Тебе Нужно Сделать Вывод Почему Твоего Имени В этой Книге Нет Книги Жалобы Предложений Как я Вам Сказал На Небе Нет Когда Мы Проявляем Недовольство О жизни Или О чём Либо Бог Который На Небе Удивлён Нашим Решением Знаете почему Сперва Мы Просим Его О Решении Разреши Мои Проблемы У меня Ситуация Такая Что Вообще Вот тут Уже Так Стало Всё Поперёк Горла Всё Абсолютно Потом Когда он Решает Эти Вопросы Мы Становимся Недовольны Решением Его Вопросов Мы Становимся Недовольны Тем Как он Решил Его Например Господи У меня Такие Долги У меня Такие Проблемы С газом С электричеством Всё такое Кошмар Надо Надо Решить Ты Понимаешь У тебя Сократили Этот Весь Твой Долг На 50% Ты Говоришь Не Решил Как Так Бог Выходит Тебе Решить Кто-то Решил Ну Списали Тебе По каким-то Льготам Ещё Эти Долги И ты Ещё Недовольны Что И он Так И не Решил Эти Вопросы Мы Хотим Всё Бесплатно То есть Абсолютно Даром Ментальность Знаете В этот момент Когда мы Хотим Чтобы Наши Вопросы Решились Мы Вдруг Начинаем Слушать Как Шепчет Враг Оправда Ли Ну Кажется Теперь Может Добавить Окончание Своих Проблем Кто Из нас Добр К своим Детям Скажите Пожалуйста Никого Все Злые Один Человек Алена Как Я Рад Что Ты Диму Так Сильно Любишь Остальные Как Бы Так Что Есть Дети Что Нет Детях Кто Из вас Добрый К своим Детям Любит Любит Вы Готовы Все Отдать Ради Детей А Все Уже По чуть Чуть Оживились Слава Богу Что Как Уже Вспомнили О Детях И На самом Деле Вы Просто Все Им Отдаете Все Свой Живот Для Чего Мы Как Родители Живем Мы Стараемся Бог Нам Их Дал Да Мы Растим И Все И Музыку И Танцы И Спорт И Одежду И Все Чтобы Только Наши Дети Ничем Не Нуждали Все Хорошо Они Вырастают Да И Вот Если Заметили Да Ты Им Все А Они В Тебе Потом Все Не Так Что Не Сделаешь Все Не Так И Ты Думаешь Подожди Секунду Сколько Оно Мне Стоило Ты Хоть Спросил Ты Должен Я Говорю Я Должен Всем Да И Я Всех Прощаю Кому Я Что Должен Вот У них Такая Ментальность Такая Что Дети На самом Деле Они Недовольны Всем Тем Что Мы Им Предоставили Вот Если Бы Вы Это Не Делали Может Было По Другому Как Это Называется Вообще Ропот Неблагодарность Неблагодарность Это Не Ропот Вот Это А А Что Не Так Ничего Если Мы Прошли Очень Трудные Времена Мы Не Хотим Чтобы Вы Проходили Эти Трудные Времена Мы Были Довольны Тем Что Наши Родители Нам Помогали Помните Да Мы Нашим Детям Начинали Помогать А Они Говорят А Чего Так Мало И Ты Доходишь Такое состояние Думаешь Да Ну Его Хай Сами Живут Как Могут Интересно Да А Тебе Задать Вопрос Вам Можно Возможно Ли Так Что Реакция Всевышнего На то Что Мы Иногда Говорим Может Быть Такая Ж Мы Что То Делаем Что То Хотим Он Нас Благословляет Смотрите У многих Из нас Здоровье Хоть Отбавляй Но При Этом Не Хотим Проходить Проверку У Некотор Все Болит На бревь Да И они Тоже К доктору Не хотят Идти Потому Что Знаешь Что Что Еще Больше Найдут Послушайте О себе Вот Мы Ходим Мы Дышим Мы Как Бы У нас Все Нормально И При Этом Иде Ситуация В голове Что Мы Чем То Недовольны Ропот Или Недовольствие Это Грех Против Бога Который Как Бог Отец Вообще Заботится О нас В это Ужасное Время Нет Исключений Из Правил В Эта Ситуация Которая У нас Сейчас В Стране У нас Нет Исключений Из Правил Что Если Если Не Эта Война И Все Что Было То Можно Было Молчать А Так Я Могу Высказать Все Что Я Кочу Я Уже Достала И Одно И Второе И Третье Останетесь Вески Тяжелое Такое Слово Но Даже Скажу Так Нам Не Стоит Обсуждать Те Вопросы Которые Не Касаются Конкретно Нас И Наших Ситуаций Я Могу Лишь Пытаться Не Роптать Я Могу Лишь Пытаться Не Роптать И Делать Все Возможное В моих Силах Быть Всегда Благодарным Я Должен Учиться И Учусь Себя Вспоминать Все То Что Бог Предоставил Для меня И Как Много Раз Он Меня Спасал Ропот Всегда Будет Рядом Ну Недовольство Всегда Оно Всегда Рядышком Я Могу Пытаться Не Роптать Но На самом Деле Каким Образом Могу Себя Отодвинуть От Ропота Тем Чтобы Вспоминать Что Бог Сделал Вчера Третьего Дня Что До Этого Сделал И Что Даст Он Мне Когда Я буду Оставаться Будут ли Ситуации Которых Я буду Сильно Недовольным Да Будут Будут Те Вопросы Которые Неправильно Поставили Неправильно Запарковали Неправильно Помыли Неправильно Сказали Неправильно Позвонили И Где-то Что-то Будет Какой-то Раздражитель В моей Жизни Который Будет Заставлять Меня Что-то Сделать Реагировать На Обстоятельства Которые Вокруг Меня Будут Ситуации Которые Мне Не Нравятся Конечно Мне сейчас Не нравится Свет Прямо В глаз Но Я могу Высказываться Могу Просто Молчать Терпеть Думать Об этом А потом Высказать Почему Это Не Сделали Это Шутка Это Непольшая Шутка Может Что-то Меня Раздражать Я Не Рассказываю Всем Но Тихо Внутри Себя Ною И так Ною Что Все Слышат Вот Эти ЦВК Вот Эти Сволочи Вот Это Гады Эти Посты Эти Бомбы Вот Это Все Находясь Вокруг Везде Я Сильно Не Говорю Но Говорю Так Как На Еврите Так Что Все Слышали Спокойно Как Шелест Бумаги Буду Ли Я Недомолвлен То Что-то Говорить Но Не Так Чтоб Напрямую Или Я Буду Таким Раздражителем Смиренным Раздражителем Мы Такие Же Люди Филиппизм 4 6 7 Не Заботьтесь Ни О чем Но Всегда В Молитве Прошение С Благодарением Открывайте Свои Желания Перед Богом И Мир Божий Который Превыше Всякого Ума Соблюдать Сердца Наши И Помышления Наши Дальше Почитайте В Господе Мессии Наше Помышление Ни Соседа Ни С мамой С папой А в Господе Ишово Помышление Не тревожьтесь Ни О чем Но В любом Случае В молитве И Прошении С благодарностью Открывайте Свои Желания Богу Не Написано Что Ты должен Начало Роптать Наговорить Обсудить С ним Все это Рассказать Как все Плохо И Чтобы Он Теперь Сделал Решение У нас Так Бывает Когда Наши Дети Часто Бывает Так Разговариваешь Как дела Да Слушай Папа Так Сложно Не Хватает Всего Трудно Денег Не Хватает Заплатить На Это На То Там Где-то Машину Поцарапал Нужно Исправить Или Какие-то Другие И ты Слушаешь И Слушаешь И ты Понимаешь Что Он Тебя Не Просит Он Просто Тебе Ропот Свой Которая Ситуация Он Тебе Говорит И Ты Думаешь Решите Этот Вопрос Сказать Прямо Сказать Что Ты Хочешь Или Сказать Разбирайся Сам А Другие Ситуации Были Когда Звонят Тебе Говорят Пап Слушай Ехал Ночью И Олень Перебегал Дорогу Просто Снесло Пол Машины Я не знаю Как Сейчас На работу Ехать Когда Ситуация Такая Слушай Можете Помочь Хотя Помолитесь Потому что Меня трясет У меня Ситуация Такая И Помочь И Ты Понимаешь Что Ты Можешь Как Раз Ему В Это Время Помочь Услышьте Меня Пожалуйста Когда Мы Живем В Ропоте Или Недовольстве Бог Не Выходит Нам Навстречу Я Почитаю В следующий Момент Несколько Вещей Почему Так Происходит Украинскую Мову Ничим Не Жюриця Слово Як Можем Перевести На Російську Мову Не Печальтесь Не Гарюйте Ничим Не Жюриця Але Усьому Молитвою Та Благанями З Подякою Висловуйте Ваши Прохання Богові Як Гарно Говорит Ні В чом Ні Плачете Ничим Не Разочаруйте Не Гарюйте Так Сильно Но Говорит С Молитвой И Благодарением Благодарение Высказывать Высловуйте Это Расскажите Выскажите Ваше Желание Богу Тут Первое Что нам С вами Нужно Уловить То что Полное Понимание Мира Бог говорит Подожди Я знаю Что ситуация Там Есть Но Полный У тебя Должен Будь Мир Рассказать Ему Тому Кто Заботится О тебе Не Начинать Роптать Или же Говорить Как все Плохо И как все Противно Как ситуация А наоборот Горечь Которая у вас В молитве Принесите Все плохо Это тяжело Но просьба К Богу 1 Фессалоникийцам 5 18-19 За все Благодарите Ибо Такова А вас Воля Божия Вешу Мессии Духа Следующего Не Угашайте Когда-нибудь Читали Это Мы Сюда Забываем Прочитать 19-й Стих 18-й Мы Читаем За все Благодарите Ибо А вас Воля Божия Вешу Мессии Там Дальше Украинское Дякуйте Богу При всех Обставинах Бо Саме Так Господь Хочет Чтобы Вы Жили В Ишу Мессии Далее Не Давайте Сгаснуть Духу Святому Если Позволите Мне Одну Вещь Делать Я Надеюсь Что Я Понимаю Правильно Если Я Правильно Понимаю Тогда В тот В момент Когда Я Прошу Бога В молитве Или Не В молитве И Прошу Разрешить Моя Ситуация И При Этом Я Начинаю Роптать О Ситуации Тогда Нет Места Духу Святому Мне Помочь Или Я Неправильно Понимаю О чем Я хочу Сказать Очень Простая Вещь Когда Мы Обращаемся К Богу Или В молитве Или Вообще Не Молимся Но Мы Начинаем Роптать По Ситуации Возмущаться Критиковать Или Что-то Еще Мы Просто Негодуем И При Этом Мы Хотим Чтобы Бог Решил Дух Святой Который Должен Нас Наставить Благословить Помочь Нам Ему Нет Возможно Реагировать На Наше Негативное Состояние Всех Всех Вещей Потому Что Нет Надежды На Бог В нашем Ропоте Нет Места Веры В Бога Что Он Нам Поможет А Если Нет Места Богу Тогда Духу Святому Что Там Делать И Поэтому Он Здесь Говорит Духа Не Угошайте Чем Не Угошайте Как Вы Думаете Ропотом Не Угошайте Дух Святой Ропотом Если Хотите Чтобы Бог Действовал Сильно В вашей Жизни Дух Святой Проявлял Чудеса Знамения Позвольте Ему Именно Действовать На основании Веры А не Ропота Я надеюсь Я правильно Понимаю Если Это Так То Помощник Который У нас Есть В наших Бедах Способен Помогать Нам Тогда Когда Мы Правильное Положение Пред Богом Мы Согласны С тем Что Он Всемогущий И Он Делает То Что Необходимо И Лучше Для Нас Ропот Удерживает Тебя От Избавления А Благодарность Господь Потому Потому Это Это Не Твоя Война Это Не Твоя Я Хочу Вам Сказать Это Не Божья Война Потому Что Богу Нечего Воевать Он Сказал Одно Слово И Все Изменилось Все Изменится Все Делайте Без Ропота И Сомнения Филиппинцам 2.14 Чтобы Вам Быть Неукоризненными И Чистыми Чадами Божьими Непорочными Среди Строптивого И Разращенного Рода В котором Вы Сияете Как Светило В мире Содержа Слово Божие Рубить Усе Без Нарекев Та Нарекев Вот Это Слово Точно С ними Ничего Не Делайте Нарекань Вы Как Нигде Там Не Поставил Ударение Все Понимаешь По-другому Рубить Усе Без Нарекань Та Суперечек Когда Я Прочитал Этот Маленький Отрывок Знаете Что Мне Пришло В голову Это Не Не Указание Что Не Нужно Роптать А Чтобы Мы Были Совсем Другими В этом мире Все Делайте Без Ропот И Сомнение Это Как будто Вам Говорится Что Нужно Делать А Когда Я Почитал Это На самом Деле Не Смотрел Чтобы Мы Не Роптали И Не Делали Это А Наоборот Чтобы Мы Находясь В этом мире Где Все Эти Люди И так Живут Между Прочим Если Вы Не Заметили У Них Всегда Все Кто Плохой Что Живя В Этом мире Мы Будем Соприкасаться Со Всем Тем Что У нас Происходит И Поэтому Будьте Святы Ибо Господь Свят И Будьте Чадами Божьими Непорочными Среди Строптивого Развращенного Народа Хоть Чем То Отличаться От Тех Кто Постоянно Недовольны Работой Жизнью Женой Детьми Зарплата Начальством Транспортом Мэром Губернатором Милицией Электриками Пожарными Налоговыми Трамваями И ведущими Телевизоров Телевизионных Программ Президентов Депутатов СТО Или Соседями Или Производством АТБ И Всем Что Возможно Америка Израилем Религией Новостями И Всегда Будет Те Которые Тебе Что-то Всегда На голову Будут Тянуть Говорить Тебе Что-то Еще А Бог Говорит Среди Этих Людей Будьте Светом Хоть Кто-то Должен Быть Помните Я сказал Что Я Не Избегу Искушения Ропота Да Я Не Буду Я Не смогу Избежать Мы Каждый В этом Находимся В каких-то Рассуждениях Разговорах И так далее Абсоциатив Чтобы Где кто На привозе Или что-то Еще Что-то Хорошее Что-то Плохое Мы Всегда Будем Но Давайте Так Сделаем Чтобы Мы Были Светом Сказать Всегда Что Есть Другая Интернатива Есть Другое Понимание Например Какие Плохие Все Наши Губернаторы Наши Мэры И все Остальное Какие Негады Сволочи И так далее Всегда Можно Сказать Люди Что Я Не Оправдывать Грех Нет Но Не Соучаствовать В грехе Который Называется Ропот Ропот Является Грехом Который Не допустил Израиля К Обитованной Земле К Целям И Хочу Вам Просто Сказать Дать Вам Совет Научитесь Видеть Цели Которые Видит Бог Не Через Ропот Не Через Обсуждение Не Через Разговоры Не Избежать Этого Разговора Не Избежать Но Что Нужно Сделать Можно Покаяться Сказать Господи Прости Мы Можем Быть Другими Иными Словами Римлянам 12.2 Это Как раз Слово Иными Словами Не Позволяйте Себе Приспосабливаться К меркам Этого Мира Не Позволяйте Себе Вместо Этого Непрестанно Преобразуйтесь Через Обновление Своего Ума Тогда Вы Узнаете Чего Желает Бог И Согласитесь С тем Что Его Желания Добры Приносят Удовлетворение И Приводят К цели За эту Неделю Могу Вам Рассказать Все Что Происходило Со Мной Подвернул Лодыжку Порезал Руки Уехал На Работу Забыл Компьютер Там Нужно Было Одно Поехали Забрали Другое Третье Звонки Вопросы С этим Каждый Из вас Встречается Особенно Когда Все Оно Болит Я Три Дня Не Мог Ходить Ступить На Свою Ногу Но Я Хочу Предложить Одну Вещь Если Мы Сможем Кинуть Вызов Ситуации Которой Мы Падаем Не Реагировать С Раздражением Вы Скажите Невозможно Я Честно Скажу Я Не Кричал Когда Подвернул Ногу Но Внутри Меня Было Состояние Ты Что Слепой Ты Что Забыл Ты Видел Как Это Можно Подвернуть Ногу И Внутри Я Себе Кричал И Роптал На Само Себя Но Начать Смеяться Над Ситуациями Вы Скажите Смеяться Сара Смеялась Над Бесплодностью Получила Ицака Понимаете Нет О чем Я говорю Вы Так Наверное Не Смотрели Да Бог Бог Говорит Я хочу Благословить Авраам Тебя Сара Смеется Знал Бо Он Пожалуйста Дьявол Сюда Будет Кидать Вызов Саре Первый Вызов Был Это А что Правда Бог Сказал Что У тебя Будет Ребенок Посмотри На свое Тело Это Невозможно И Бог Говорит Пожалуйста Если Вы Услышите О чем Я говорю Сегодня Я не Говорю О том Что У нас Не Будет Искушений При Разговорах Или Обсуждать Ситуацию Которая Сегодня У нас В Стране Но Я Прошу Чтобы Вы Стали Верующими Людьми Которые Доверяют Богу В Это Последнее Время Послание Для всех Нас Очень Простое Особенно Для тех Кто Любит Поговорить О том Что Происходит Будет Послезавтра Послезавтра Но Просьба Усилиться В молитве Не В обсуждении Не В Ропоте На Государство На Ситуацию На Мобилизацию На Конфронтацию На Наступление На Недостаток Света Газа И Всего Остального Но Средоточиться Как верующим Людям На Молитве И Праведном Образе Жизни Чтобы Не Уподобиться Детям Мира Всего И Не Похожим Быть На Израиль Который Не Достиг Своей Цели Мы Можем Изменить Каждый Из нас Может Изменить Будущее Не Только Своих Семей Себя Но И Страны Если Мы Подойдем К этому Вопросу Немножко Другими Мыслями Что Ропот И Недовольство Является Грехом Против Бога Не Доверяя Ему В этих Обстоятельствах Станьте Интернативой Для Этого Мира Станьте Надеждой В Боге Для этого Мира Писание Говорит Исаиев 26 3 Твердого Духом Ты Хранишь В совершенном мире Это Последняя Тезис Который Из Писания Который Я читаю Чтобы Помолиться Вместе С вами Я сегодня Сделал Специально Короткая Проповедь Которая Может быть Не сфокусирована Тем Что Что происходит Во время Ропота А наоборот Вдохновить Нас Что При всех Обстоятельствах У нас Есть Лучший Выбор У тебя И у меня Есть Лучший Выбор В молитве В Хорошем Слове Надежды Благовестии Дать Людям Какую-то Надежду В этом Мире Вместо Того Чтобы Подвистывать На уши И пообсуждать Давайте Мы Помолимся Больше И я Даю Простую Вещь Сколько Мы Проводим Время За разговорами И обсуждениями Того Что происходит Вокруг нас В сравнении С молитвами Которые Мы можем Провести И я вам Скажу честно Нам Хочется Почесать Свои Языки Об Назначную Бумагу Туда Пробовал Нет Угу Угу Твердого Духом Хоронишь Ты Повного Покоя За те Що Він На Тебе Вповає Потому Что Он Верит Тебе Друзья Ситуация Патовая В том Что сейчас Будет Происходить Для многих Из нас Верим Ли Богу На основании Исаии Даже Не Нового Завета Твердого Духом Ты Хранишь Совершенно Мире Не Говорится Совершенно Мир Где-то там Летающий В облаках А Совершенно Внутренне Мире Потому Что Он Верит Тебе Бог Остается Верен Тебе И Мне Через Своего Сына Ишио Месси Которого Он Дал За Нас Он Заплатил Величайшую Цену Как я Говорил Как родители Мы Дали Своим Детям Все Что Нам Мы Могли Дать Но Когда Они Недовольны Ропщат С теми Ситуация Ты Думаешь А Стоило Ли Того Стоило Ли Того Давайте Мы Сейчас Встанем Наши Ноги Просто Помолимся Я Прословители Они Всегда По Времени Ориентируются Но Я Верю Что Для Нас Сегодня Подойти Критически Ко Всему Тому Что Происходит Вокруг Нас Это Наш С Вами Испыт Да Или Так Украинскому Испыт Это Экзамен Мы Проходим Это Время Где Бог Испытывает Нас Верности Простым Лищам Доверяем Ли Мы Ему Он Испытывал Голодом Холодом Израиль Ситуациями Которые Там Происходили Жаждой Для того Чтобы Испытать А я Говорю То Что У нас Открываем Холодильник И мы Говорим А что Кушать Открываем Свой Гардероб Свой Шкаф А что Отец Как будто У нас Конец Света И Бог В этом Испытывает Каждого Из нас И меня В том числе Особенно Говорю себе Потому что Иногда Я говорю Господи Измени Меня Как человек Мне хочется И пороптать Честно Пошурить Кого-то Оторваться На ком-то Чтобы Почувствовали Что я Как бы Имею Своё мнение Но всё Я понимаю Что Моё мнение Я могу Оставить При себе Тихо Внутри Сказать Господи Дай мне Посмотреть На ситуацию С другой стороны Вот Вот С другой стороны Вчера У меня Было Тоже С пасторами Много Разговора Во всём То Что Будет Происходить В течение Этих Двух Месяцев Я Простую Вещь Сказал Им И Говорю Вам Возможно Всё Они Просчитали Но Они Просчитали Бога Никто Не может Просчитать Всемогущего Бога Ни завтра Ни третьего дня Мы С вами Будучи Верующими Людьми Не можем Его Просчитать Кто-то Скажет Секунду Разве Бог Не открывает Свои Планы Своим Пророком Открывает Только Если Ты К Нему Близко К Ропот Свой Уберёшь И Начнёшь Благодарить Его За Всё За Твор Радикулит За Твой Глухой Слух Якщо Не Дочув До Тут Брехав За То Что Это Само У Тебя Всё Есть Начните Начать Благодарностью Попробуйте Я не знаю Как Получится Если Остановит Вас ЦВК Скажите А за Вас Можно Помолиться И на Языках Сразу Может Сразу Комиссуют Идея Как Нормально Ну А может Кто-то И хочет Это Само Идти Действительно Зачитить Свою Родину И Я За То Чтобы Вы Были Теми Кто Вас Бог Призвал Как Пастырь Я Не могу Вам Говорить Что Можно Что Нельзя Я Могу Вам Дать Совет Из Писания Что Бог Он С В Любом Вашем Решении Если Вы С Ним Если Вы С Ним Это Ваш Внутреннее Убеждение И Никто Ни Я Ни Ангелы Ни Преисподне Ничто Не сможет Повлиять На Это Решение На Ту Любовь Которая У вас Есть С Вашим Всевышним И Поверьте 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 Простой Вещей У Каждого Из Нас Отношение Со Всевышним Оно Различно Потому Что У кого Есть Двое Трое Четверо Детей Они Знают Что Эти Чувства Отношения Родителей С Детьми Выстраиваются На Личных Отношениях Детей С Родителями Или Я Неправ Бог По Другому Не Действует Он Создал Человека По Образу Подобию Своему Вдохнул Нас В Свою Руах И Мы Стали Живыми Различными Другими Другими Характерами Высотой Весом И Так Далее Но Отношения Вы Строите С Ним И На Этих Отношениях У вас Есть Убежденность Что Дальше Сделать Приходит Смелость Слава Богу Приходит Трусость Молите Что Бог Изменил Ее Главное Простите Друзья Еще раз Пересмотрите Свой Образ Жизни Относительно Вот Ропота Обсуждения Разговоров Негатива Пересмотрите Бог С теми Кто Смиряется Авина Аба Спасибо Тебе Спасибо Что Сейчас В этот Момент Мы Можем Доверить Тебе Абсолютно Все Абсолютно Все Для тех Кто Уже Пережил Свисты Ракет Взрывы Бомб Те Кто Пережил Ужас Я знаю Наши Есть Братья Которые Были На Самом Передке Кто Прошел Пошел И Контузию Кто Прошел Переживания Эмоциональные Срывы Для тех Кто Уже Это Прошли Как Говорятся Нам Нечего Уже Терять Что Наша Жизнь Что Моя Жизнь На Время Поднимающие Как Цвет И Увидаются Господи Но Дай Прожить Эту Жизнь Так Чтобы Оставаться Благодарным Сказать Тебе Туда Спасибо Тебе Отец Если Я Чем Огорчил Тебя Своим Неверием Обсуждая Ситуации Которые Сегодня В моей Жизни Я Прошу Измени Меня Дай Мне Видеть Больше Хорошего И Того Чудесного В моей Жизни Что Ты Сделал Потому Что Это Несравненно Лучше Чем Сидеть И Роптать Много Что Может Быть Не Так Мое Здоровье Подводит Меня Мое Денежное Состояние Это Лишь Заработок Его Нет Мои Дети Выросли Оставили Меня Скучно Чувство Одиночества Господь Что Ты Сегодня Хочешь Этим Сказать Вести Меня Над Пространной Твоей Пажите Иметь Общение С людьми Помогать Другим Дать Им Надежду Дать Им Слово Жизни В Тебе Научи Научи Меня Смотреть На этот Мир Господь Не так Как Смотрят Остальные А как Ты Его Видишь Погибающий Который Разрушается Который Не делает Правильное Решение Я могу Это Увидеть Господь Я вижу Это Но Ты Так Сказал Что Нехорошо Что Так Люди Поступают Ты Дал Им Надежду Ты Так Возлюбил Каждого Из Нас И Каждого Из Них Что Ты Отдал Все Самое Дорогое Все Возлюбленного Сына За Каждого Из Нас Что Получив Примирение Вы Получили И Удовлетворение Что Я Спасен Омыт Очищен Установлен И У меня Есть Надежда И Эта Надежда Меня Не Постыжает Спасибо Тебе